Всем добрый день! У нас сегодня 17 октября 2016 год. У нас пошел первый снег. Ура! Поздравляю вас всех с этим событием, в том числе и меня. Не думал, что в этом году я так рано увижу его. Но и градусов на градуснике было, когда я сегодня выходил из дома. Но у меня была запланирована сегодняшняя съемочка возле аквапарка Тикитак, проход к морю. Это Джимон Т. То есть сейчас я переключусь на нормальный вид и буду вам все рассказывать, как, где и что. А вот вы сейчас сзади меня, как раз и наблюдаете весь этот аквапарк Тикитак, с его горстами. В общем, как-то так. Всем хорошего настроения, погнали! В общем, это место находится на Пионерском проспекте. Вот остановочка со стороны Анапы. Здесь можно выйти, сесть на маршрутку и поехать дальше Витязева. Либо с другой стороны, если вы поедете с Витязева, Ласточка или как-то это место там называлось. Я уже, честно, не помню. Тут все перестроили, понастроили. Видите, вот из гостевых домов еще буквально здесь такая. Пару лет, тройку, наверное, назад не было. Пущеходный переход. Мы переходим, оставляем аквапарк позади себя. Пускай там морозятся пингвины без нас. Вообще жесть. Я, честно, вот я никак не ожидал, что в этом году так рано наступит такая холодная пора. И вот чертово колесо там даже появилось, я не знал. Вот так вот выглядит он аквапарк. Через дорогу я отстаю от него. А мы с вами пойдем по вот этому вот проходу до моря. Я помню, когда здесь одна кафешка была, какой-то кемпинг. И все. Больше никого, ничего здесь не было. Сейчас же здесь, о, такая развитая инфраструктура. Ну, вот эти вольки, они постоянно, всегда здесь. Летом здесь еще ставят посерединке, как называют такие, стационарные, типа, столбики пластиковые. Чтобы люди вот так вот не парковались, потому что тут вообще жизнь начинается. Приезжает народ, открывает, типа, свои точки, привозит товар. И все, здесь пробка, все стоит. Только по пешеходным переходам можно как-то еще ходить. Ну, вот ставят. Вон, кстати, немножко их осталось. Сегодня у нас дико холодно. Я вот сейчас начинаю жалеть, что не взял перчатки, потому что в планах у меня сегодня запись еще пройтись, прогуляться по морю. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, сколько смогу, только сниму, в общем, что загадывать. На камере не видно, идет даже сейчас очень такой мелкий снежок. Все, температура, наверное, немножечко поднялась уже. Поэтому он, смотрите. Нет, не видно. Поэтому он как бы тает. С утра он был. Виден более так конкретно, особенно на крышах. Сейчас он в крыше, вроде все чистые. Посмотрим, что там на море будет интересно. Людей, как вы видите, один человек, одна машина мне проехала на встречу. По-моему, все, больше никого. В такую погоду, кажется, хозяин собаку не выгонит у нас. Ну, сейчас, наверное, уже градуса плюс 5. Потому что все-таки снег растаял. И не так холодно. Ветра нету. Шторм уже кончился, который буквально недавно снимал. Хотя, что там прошло. Хотя, у нас погода меняется за час. Но обычно, раньше вот было, что ветер начинал дуть, если, то он дул 3 дня. А если за 3 дня не заканчивал, то дул 6 дней. Сейчас как-то, может, сегодня дуть, завтра не дуть, с утра не дуть, вечером дуть. Все это очень странно. Глобальное потепление, все дела. Но, капельки, вокруг такое ощущение, когда весна пришла, все тает. Жесть. Зачем снег-то, когда пришел и холода. Я так надеялся, что не будет всего этого там до следующего лета. Ну, как говорится, фиг там. О, кстати, видите, белый пляж. Прям на песке. Понастроили домики. Сейчас, ставьте. Вправо пройти, там тоже, получается, вдоль барханов идет частный сад. Можно заселиться, пожить. Ну, мы, собственно, идем на море. О, бедная собачка. Как мне ее жалко. Ну, вот, смотрите. Прям на песке построили деревянные дома. Никто не видит. А здесь вообще капитальное строение. Мэр, ты где? И перенесли, типа, вон туда подальше. Так и было. Выход. Так что, вот так вот выглядит в данный момент джематинский 6Г. Вообще очень радует, как это все обозначается и преподносится. Такие симпатичные, конечно, домики. Я ничего не скажу. Все очень круто, классно. Ну, брат, вы строитесь на песке, как бы на море. Тут до моря остается вообще очень-очень мало места. И все нормально, все стоит. Не самостроение. Нормально. Сейчас все. Обойду и панорамочку с той стороны бахну. И тут, типа, за ним сразу начинается пешеходная зона. Что говорить там про те проходы, которые люди не бывают, когда здесь вот на таких центровых проходах у вас все застроено. Джематинский 6Б. Это еще, получается, разные хозяева. Он туда дальше тоже на зуды идет. Жесть. Дорогу провожили по барханам, по песку. Называется «Нет слов, одни эмоции». Я как-то летом вышел тут, чтобы на это все внимание не обращал. Сонный с утра был. Вот здесь какая погода, смотрите, красиво. Море, тихо. Кто-то гуляет. Сейчас покажу, как это все отсюда выйдет. Там, честно говоря, буквально, по-моему, год назад, может быть, два, ни одного старения, ничего здесь не было. Там, вот видите, уже тоже дальше-дальше, ближе-ближе к морю. Вот поэтому мне джематинского не нравится. Видно снег, знаете, где видно? Видно на горах. Я сейчас море его сниму, эти горы. Подумаю, что, наверное, чуть повыше, чтобы его красивее видно. В общем, вот так вот выходишь на джематинского, и вот оно море уже. Все, то есть, пляжа как-то крыло нету. Какие-то камни, мусора. В случае, я след там поменял, потерял тут одну маленькую вещь. На свой поправ, называется, наглазенький, типа. Интересный вариант еще здесь отыскать. Хотя бывает, кажется, везет. Я его один раз уже находил, тоже после ветра выдало. Ну, слишком вот в этом месте, где фотографировал. Вот тут рельеф изменился до неузнаваемости. Так что, я думаю, нереально что-то здесь найти. Отправляет вон куча-куча всякой хлама. Что это я даже не знаю. Так. Море, море, море. Я просто постараюсь. Залежит чай. Вот он. Руки, конечно, коченеют жестко. Так. И вон он, снег, смотри. Горы все в снегу. Вот такая там красота. Отерок поддувает. Жутко жалею, что не взял все-таки с собой перчаточки. Как было бы в них сейчас очень хорошим. Вот, даже на Джимоте можно спокойно идти на Пирс и ходить там по нему. Вот там вообще какая-то водоводка, что ли, прямо на берегу. Кстати, я вот не ожидал, что столько людей будет на пляже. Там он, ну, понятно, на Пирсе рыбаки. Здесь вот люди гуляют. Погода такая классная вообще. Ну, пока целая куча. В общем, это зимний вид пляжей. А на Пирсе это нормально. Вот, смотрите, вот тоже докуда был шторм. Покидывала траву. Селева. Ай. Думал, что-то интересное мне. Просто кучка всяких ракушек. Ну, как ни странно, ни одного покупающегося нету. Он на рот в Ки, буквально, копается. Идем к морю. Вот они, рапанчики. Просто не отходя. Он даже, честно, был живой, видите? Отправим. Их тут много, вот, смотрите. Еще один. Еще один. На Джимоте, получается, их повыкидывало. Ну, они маленькие. Раньше, только мелочи даже. Вот, видите? Буквально здесь же. Ну, этот. Не джи-вой. Моречко. Моречко, моречко. Вот такая красотища на нашем пляже. Не знаю, что может быть и лучше. В общем, вот таким он и был, этот проход Джимоте. Я надеюсь, вам понравилось. Вот так вот застраивается все наше побережье. Даже не знаю, кто это и что это. Он там тоже строится. Это, получается, один как бы начальник пляжа Джимоте. Центральный туда дальше будет. Я его летом снимал. Сейчас я хотел бы прогуляться туда вперед, практически до Витязева. Точнее, до одной, из последних своих видео, в одном я снимал, до Юнги. До речки. Я хочу отсюда пройти до Юнги. Хватит у меня сил или нет? Смотрите следующее видео. Может, через два дня оно появится уже. Ну, в общем, хочу выразить большую благодарность всем тем, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Мне очень приятно. Я не зря, значит, промерз сегодня. Очень большая просьба ко всем тем, кто его смотрит. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Также есть во всех популярных социальных сетях Одноклассники ВКонтакте, Юра Заровский. Буду вас там ждать. Пишите мне, задавайте свои вопросы. Все, что интересно, неинтересно. В общем, пообщаемся на любые темы. Многие мне звонят, допустим, спрашивают там про жилье. Именно, у меня какая-то прическа сегодня у себя. Про жилье, которое можно здесь купить, снять. Я также занимаюсь ремонтом. Если кому-то интересно, обращайтесь. Буду стараться быть для вас полезным. Пока-пока.